И вновь приветствую всех наших подписчиков, и пользователей, всех наших зрителей. Для тех, кто не в курсе, хочу изначально пояснить, что мы начали рассматривать высоковольтные устройства в целом, и начали нашу беседу с конструкцией электрошоковых устройств для самообороны. Сегодня я бы хотел... Первый ролик, если кто не смотрел, очень советую посмотреть. Второй наш ролик целиком посвящён про аккумуляторы. Аккумуляторы, аккумуляторные батареи, вообще аккумуляторные сборки, которые наиболее часто применяются в самодельных электрошоковых устройствах. И какие же аккумуляторы используют промышленные, используются в промышленных образцах моделей Эшу. Сокращённо будем называть так электрошоковые устройства. Давайте начнём с самых простых электрошоковых устройств, производства Китай. Сегодня, как мы знаем, весь рынок забит буквально китайскими моделями с всех самых разных форм, длины, веса и ценовой категории. Почти всегда во всех китайских электрошоковых устройствах применяются вот такие сборки. Из четырёх или пяти, бывает и из трёх батарей. Тип данных батареек либо никель-металл-гидрид, либо никель-кадмий. Ёмкость данных батарей составляет от 250 до 300 мАч. Насчёт промышленных образцов отечественного производства, в них наичастно я наблюдаю, скажем, компанию Marth. Используются либо батарейки высокой ёмкостью, вот такие мини-пальчиковые батарейки. Никель-металл-гидридного типа с ёмкостью от 850 до 1500 мАч. В частности, конечно же, количество, именно количество, ёмкость батареи зависит в первую очередь от мощности конкретной модели. И, конечно же, вот такие литий-ионные батарейки разных стандартов они бывают, разной длины и разной, конечно же, ёмкости. Напряжение одной вот такой банки составляет 3,6-3,7 В. В случае никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных, вообще всех никелевых аккумуляторов, кроме никель-цинкового, напряжение батареи составляет 1,2-1,3 В. Такие вот батарейки используются очень часто в электрошоковых дубинках, где размеры как бы не ограничены. В более контактных электрошоковых устройствах бывает, что применяют вот такие батарейки, типа никель-металл-гидрид, опять же, или, может быть, никель-кадмиевые тоже бывают. Батарейки стандарта 4А, их можно найти в аккумуляторных кронах, вообще довольно редко они попадаются в прилавках, встречаются. Поэтому вот проще разобрать крону, чтобы достать такие батарейки, чем, скажем, под заказ купить. Ну, давайте вернёмся к самым современным батарейкам и аккумуляторным батареям, которые применяются в электрошоковых устройствах повышенной мощности от брендовых производителей, скажем, Тазер и так далее. Это литий-полимерные аккумуляторы, это новинка в какой-то мере. Литий-полимерные аккумуляторы ещё совсем недавно были многим из нас недоступны, поскольку имели довольно высокую цену, да и встречались они в свободной продаже очень редко. Но сейчас, конечно же, развита интернет-продажа, и можно, конечно же, литий-полимерные батарейки заказать на интернет-платформах, таких как Алиэкспресс, Эбэй и так далее. И за довольно дешёвую цену. Вот это передо мной сейчас сборка литий-полимерного аккумулятора с ёмкостью 1250 мА, напряжение 11,1 В, то есть три последовательно соединённые литий-полимерные банки. Насчёт того, что вот если живёте, допустим, в тех местах, где недоступны вам такие батарейки, вообще их нереально не купить, не заказать, то на крайняк можно найти. Как же найти полимерные батареи? Вообще структура, ну основа работы литий-полимеров и литий-ионных аккумуляторов почти та же. Только в случае литий-ионных аккумуляторов разница между, точнее, литий-ионами и литий-полимерными заключается, основная разница в том, что литий-полимерные аккумуляторы имеют большой ток короткого замыкания. Допустим, если у вас аккумулятор с ёмкостью в 1000 мАч, в случае литий-полимерного, ток короткого замыкания, если взять плюс и минус напрямую, замкнуть, измерить ток короткого замыкания, скажем, токовым клещом, то вы увидите, что ток короткого замыкания литий-полимерной батареи в 20-30, а то и в 40 раз больше собственной ёмкости батарейки. Скажем, при ёмкости 1000 мАч, то есть 1 А, ток короткого замыкания равняется до 40 А. В Ютубе даже был видеоролик, где я очень удивился, когда литий-полимерная батарейка с размерами в пачку сигарет завела автомобиль. Это вполне реально, если вы применяете литий-полимер. И основное достоинство ещё заключается в том, что эти же батарейки, типа полимеры, могут работать в режиме под довольно большими нагрузками продолжительное время, в отличие от литий-ионовых. Сами литий-ионовые батарейки, вот такого типа, от аккумуляторов, скажем, ну, аккумуляторов мобильного телефона и так далее, могут работать с большими нагрузками только кратковременно. Поэтому их тоже применяют, в частности, самодельных электрошоковых устройств, поскольку сам шокер не предназначен для долговременной работы. При долговременной работе с большими нагрузками литий-ионовые аккумуляторы довольно сильно перегреваются и порой могут вздуваться и даже взорваться. В случае литий-полимерных такого случается довольно редко. Но, конечно же, литий-полимерные и литий-ионы, вообще все литиевые аккумуляторы имеют один большой недостаток. Недостаток этот заключается в том, что они очень чувствительны к параметрам заряда. То есть, для их зарядки нужно применять специализированное зарядное устройство. И крайне не рекомендуется зарядить литий-ионные аккумуляторы последовательно. То есть, если у вас имеется сборка из трёх аккумуляторов, то очень советую зарядить их отдельно. Собрать такой переходничок специальный и зарядить по отдельности каждый аккумулятор. Специализированное зарядное устройство сразу заряжает три аккумулятора, но, опять же, по отдельности. Если кто пользовался литий-полимерными аккумуляторами, то им хорошо известно, что выходные контакты основные имеет аккумулятор. И ещё несколько выводов для специальной зарядки. При этом специализированное зарядное устройство, конечно же, проще купить. Но практика показывает, что самодельное зарядное устройство для таких разновидностей аккумулятора тоже справляется неплохо. Нужно всего лишь иметь контроллер заряда и устройство автоматического типа, которое зарядит аккумулятор. Как только напряжение на аккумуляторе достигнет 4,4,2 Вольт. Этим можно с уверенностью сказать, что аккумулятор полностью заряжен и процесс заряда прекратился. Как же достать литий-полимерные аккумуляторы, если вообще нереально купить или заказать, скажем, готовые блоки литий-полимеров? Вот в магазине иногда попадаются, я не знаю, сейчас, вернее, пойдёт или не пойдёт стабилизация камеры. Со светом у меня проблемы, поэтому, думаю, не пойдёт. Ну, я сейчас прочту всё, что тут написано. Батарейка 3G Power для Nokia N95 8-гигабайтовой версии. Напряжение 3,7 Вольт, литий-полимер. То есть, данная батарейка является полимерного типа. Я не знаю, на самом деле это литий-полимер или просто китайцы, и опять же, ЛГУД. Но моя практика показывает, что у меня вот такая сборка, опять же, из таких же литий-полимерных батарей. При долговременной работе, я сравнивал с литий-ионами той же ёмкости, при долговременной работе под большими нагрузками, скажем, с галогенными лампами 12-вольтовыми, литий-полимер почти не перегревается. Литий-ион перегревается довольно сильно, если долго включать с большой нагрузкой. То есть, на крайняк можете вот такие дешёвые аккумуляторы купить. Ёмкость каждого такого аккумулятора составляет... Ну, тут нету точной ёмкости, но продавец мне сказал, что когда партию принесли, 1450 мАч было. Ну, конечно же, Nokia N95 – это довольно хороший смартфон старого образца, поэтому вполне возможно, что с ними пойдут такие мощные батарейки. Хотя, насчёт ёмкости я не совсем уверен. Но для того, чтобы понять, фальшивка батарейки или нет, я разобрал вот один из полимеров, довольно хороший, он довольно габаритный. Вот сравнивать, если с упаковкой, то сверху вот срезается плата, и внутри всё, что остаётся – это цельный аккумулятор. Ещё один немаловажный факт – литий-ионный, литий-полимерный аккумулятор. Если вы купили, скажем, аккумулятор для мобильного телефона и хотите использовать его в электрошоковом устройстве, то обязательно нужно разобрать. Почему? Поскольку вот сама аккумулятор имеет встроенную плату защиты. Что из себя представляет данная плата? Это всего лишь контроллер заряда и защита от короткого замыкания. При… она отключает аккумулятор, вот выходные разъёмчики отключает, как только на аккумуляторе напряжение будет ниже 2,5 Вольт. И, конечно же, отключает процесс заряда при полной зарядке аккумуляторов. Одновременно, если взять плюс и минус аккумулятора и замкнуть, то сработает встроенная защита, и у вас с аккумулятором ничего не случится. Это довольно пригодная плата, но, разумеется, только по прямому предназначению использования в мобильном телефоне. А в электрошелковых устройствах, где схемы потребляют выше 10 А, то эта плата не нужна, и поэтому её нужно удалить. Кстати, защита срабатывает при токе выше 1 А. Если нагрузка подключённая потребляет больше 1 А тока, то сработает защита, и просто-напросто прекратится подача напряжения. Ну, надеюсь, в какой-то мере я пояснил, какие аккумуляторы стоит применять. Кстати, вот один из лучших вариантов, если нет под рукой литий-полимера, то вот такие банки литий-ионового типа. Можно, конечно же, получить любое напряжение в районе от 3,7 до бесконечности буквально. Сколько подключите последовательно, столько и получите. Хочу также заметить, что при последовательном соединении, вот некоторые делают неправильный расчёт, при последовательном соединении аккумуляторов изменяется только их напряжение, ёмкость остаётся прежней. Таким образом, у нас вот одна батарейка 1400 мАч, три последовательно подключённые, у нас будет отдавать выходной ток тоже 1400 мАч при напряжении 11,1 В. Ну, конечно же, заряжаются они чуть больше заданного уровня напряжения, ну, там плюс-минус 5%, то есть на 1-2 В побольше будет суммарное напряжение всех батареек. Как же измерить ёмкость? Ну, насчёт ёмкости мы, конечно же, поговорим потом, пока стоит верить продавцу. Как понять, вернее, что батарейка пригодна для работы? Для того, чтобы понять, стоит ли данную батарею использовать, насколько она новая, не вышла из строя или не потеряла свою гарантию или ёмкость, стоит лишь зарядить батарейку максимум, дальше измерить напряжение. При этом зарядить очень советую с помощью вот именно этой платы, поскольку она отключает аккумулятор при полной зарядке. Дальше нужно измерить напряжение на аккумуляторе, но уже не на контактах, а на самих контактах аккумулятора без платы. Если напряжение выше 1,8-1,85 Вольт, скажем, напряжение в районе 3,9-4,4,2 Вольта на одном вот таком аккумуляторе, то однозначно аккумулятор не пригоден для дальнейшего использования. Убедиться в этом можно следующим образом. Просто взять аккумулятор, подключить довольно большую нагрузку, и вы поймёте, что за считанные секунды аккумулятор разрядится. Если же решили задействовать в электрошоковых устройствах аккумуляторы от мобильного телефона, независимо от типа, литий-ионовый или литий-полимерный. Кстати, в старых образцах мобильных телефонов также использовались никель-металлогидридные, никель-кадмиевые банки, 3 штуки последовательно соединённых. Их общее выходное напряжение равноценно 3,6-3,7 Вольт. Если, как уже сказал, решили задействовать такие аккумуляторы, то очень советую брать совершенно новые аккумуляторы от оригинального продавца. Это можно достать, их можно достать в специализированных магазинах по продаже мобильных телефонов и их аксессуаров. Ну и, конечно же, купить от хороших продавцов в интернет-аукционах и так далее. На этом, думаю, всё. Если кому интересно, опять же, нажмите лайк, пальцы вверх. Подписывайтесь на новые ролики, чтобы не пропустить самые интересные. Ну и, конечно же, посещайте наш сайт. Оставляйте свои комментарии. Поскольку мы начали рассмотреть именно высоковольтные устройства, именно начинающим они довольно интересны. Но, конечно же, область довольно опасная и нелёгкая. Какие конструкции хотите видеть в дальнейшем? Оставляйте свои отзывы и комментарии. А пока я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.